Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу Жанна Аку на телеканале Хабар. Сегодня у нас в гостях победители международной парусной регаты среди юристов Ержан Муфилов и Ержан Манасов. Ержан Муфилов, врач-хирург, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования. Манасов Ержан, юрист, магистр права, партнер ведущей инновационной юридической фирмы Казахстана. Участники ежегодной международной парусной регаты среди юристов. Ержан, Ержан, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы рады вас приветствовать в нашей теплой студии. Давайте начнем с того, что, Ержан, вы хирург, а вы юрист. Как так получилось, что вы попали на этот международный турнир? Ну, начну я, наверное. Дело в том, что эта международная парусная регата проводится с 1991 года. То есть в этом году уже была юбилейная, 25-я регата. И она проводится между юридическими фирмами. Нас пригласили туда наши партнеры, британские юристы. Вот, мы участвуем в регате с прошлого года. То есть в этом году это было второе участие наше. Вот мне на самом деле интересно, вот, парусная регата. Когда слышишь парусная регата, как бы представляешь лодку с парусом, где стоит человек и управляет ветром, да? Да. Вы, наверное, представляете парусную лодку, где там один человек может управлять. Ну, категории лодок бывают разные, но на этой регате начинается от той категории, где минимальное количество управляющих лодкой, парусником должно быть 8 человек. Ага. Это получается, что 8 человек управляют одним парусом или у каждого человека своя обязанность? У каждого человека своя обязанность. На самом деле, чтобы... Я очень, я очень любопытен. Очень любопытен. Вот такие нюансы. А вот эти нюансы, вот, ну, мы как женщины, да? Технические моменты меня меньше всего волнуют. Мне вообще интересно. И юрист, и хирург. И вообще в Казахстане совершенно, по-моему, не развит этот вид спорта. У нас же вообще нет такого особого места где. И вдруг победители вот именно из Казахстана, вы даже говорили, что французы были удивлены. Вы мне просто вообще расскажите, как это началось, ваше увлечение вообще этим видом красивого спорта. Ну, наверное, здесь я могу подсказать, потому что партнеры, ну, юридической компании, они уже давно, уже с прошлого года участвуют в этой парусной регате. Я был как приглашенный гость в этом году на этой парусной регате. Но, конечно, этому предстоит такая достаточно долгая подготовка. Тренировочная. То есть вы непосредственно тренировались перед самыми соревнованиями? А это какие-то условия, чтобы это не были люди спортивные, там, пришедшие из этого спорта профессиональные? Ну, на самом деле там участвуют и профессионалы. А, да. И любители. Да, и любители. Но в той категории, в которой мы принимали участие, там все были любители. И, в принципе, ну, в любом случае, скажем так, шкипера нанимают профессионального. И вы знали, что это такой будет риск, вы на это идете. Что вы испытываете в этот момент, когда? Ну, я-то знал, вот, Ержан, наверное, расскажет, как я. Да, ну, вы второй раз, а вот мы, во-первых, вас поздравляем, что первое место в этом году. Да, мы вас поздравляем сюда. Да. Ну, вот. Ну, расскажите, что вы чувствовали? Ну, это ощущение такого, такого хорошего адреналина. Угу. Вот. И, наверное, ребята были рады, что на борту был врач. Поэтому особо не переживали. Но были достаточно рискованные моменты. А что для вас было самым сложным? Есть такое перемещение. Ну, самым сложным, наверное, было, когда шкипер оставлял основное управление яхты на меня. Я еще отвечал за основной парус. И моей задачей было перекидывать основной парус при повороте на 180 градусов. То есть вся команда перемещалась с одного края яхты на другой края яхты. И я перекидывал этот парус. Это достаточно такая сложная процедура, травмоопасная. Но мне приходилось еще кричать ребятам, чтобы они резко опускали головы, потому что матч-то могло сбить их просто. Да. Ничего себе. Ну, можно сказать, достаточно экстремальный вид спорта. Да, но это занятие для настоящих мужчин, я так думаю. Ну что ж, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и посмотрим сюжет наших корреспондентов. Ну что ж, друзья, мы вновь возвращаемся в нашу гостиную и продолжаем интереснейший разговор о парусном спорте, да, можно так сказать. Скажите, пожалуйста, там же очень соревнования были огромные, много стран было представлено. Кто были вашими основными соперниками, можно так сказать? Ну, в этом году было заявлено около 200-220 лодок, ну, скажем так, яхт. Обалдеть. И основные соперники, естественно, французы. Юристы из Франции. Да, их очень там и публика поддерживала, и семьи их там были на месте. Я думаю, сейчас нас смотрят очень много телезрителей и задаются вопросом, а какими навыками нужно обладать для того, чтобы заниматься парусной регатой? Ну, каких-то, я не скажу, что есть какие-то специальные навыки для того, чтобы принимать участие в этом. Естественно, должна быть какая-то элементарная физическая подготовка, потому что там парус один, наверное, весит около, не дадут соврать, около 100 килограмм, чтобы его поднимать. И еще когда ветер, сопротивление ветра, там, ну, нужна такая недюжая сила. Ну, обязательно нужно уметь плавать, наверное. А скажите, вы будете еще участвовать, готовитесь? Обязательно. Вы заняли первое место, теперь какие у вас планы на будущее после достижения вот такого вот результата? Ну, на следующий год снова занять первое место. Да. Сохранить. Сохранить. Купок в руках, да. Ну что ж, друзья, спасибо за интереснейший рассказ. Мы желаем вам дальнейших таких побед. Держите марку Казахстана, юристов Казахстана и по нашей традиции пожелайте что-нибудь с этим прекрасным утром нашим телезрителям. Ну, пользуясь случаем всем телезрителям, желаю доброго утра, успехов, пусть утро всегда у вас будет бодрым. Поздравляем с наступающим днем независимости, чтобы казахстанцы всегда удивляли мировую публику, международное сообщество своими такими приятными достижениями. Поздравляем всех с наступающим днем независимости. И, как мы говорили о парусной регате, хочется пожелать, что там есть такое свойство, когда ты можешь силу ветра обернуть в два раза быстрее и идти в два раза быстрее и сильнее против ветра. Я желаю, чтобы, несмотря на все встречные ветра, которые сегодня есть в экономике и прочих аспектах Казахстана, мы все достойно прошли это и вышли вперед. Всех с добрым утром. Ну что ж, друзья, спасибо огромное вам за такие пожелания, за интересную беседу. Мы вам желаем только побед, но и всего самого наилучшего. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Всего доброго. Увидимся.